Добрый вечер, друзья! Железо на связи, 80-й. Посмотрим, тянем ли мы до сотни, или желающих еще побавится. Я посмотрел, 320 человек посмотрело прошлый вебинар, то есть за 7 дней. Стоит ли продолжать? Наверное, это вы сами решите своим количеством. Так, теперь смотрите. Отголосок прошлого вебинара. Вот это вот дарится она, Тивашкина мама. Теперь поздравьте, она продавщица в магазине, садовода не получилось. Надо зарабатывать деньги, а садовод сужается, как шагреневая кожа. Уж если мы не можем прокормиться просто так, значит, это уже приехали. Вот. Не переходить же на куплю-продажу саженцев из-за рубежа, с той же Италии, чего мне дважды предлагали. Вот. Опускаться до этого. Ну, в общем, поняли, да. Почему здесь сидит Дарья, дело не в ней. Просто напоминаю, чтобы не забывали внешность, вдруг когда-то вернется в садоводы. очень талантливая девочка. Вот. Но здесь дело не в ней. Дело вот в этом зале. Здесь сидят люди, которые пришли зарабатывать по 50 тысяч рублей, взяв, как он называется, это самое, грант, грант, и посадив определенное количество деревьев на территории города. Это было в прошлом году. Кончилось тем, что Сергей выкинул 100 роскошных трехлетних саженцев жарделей, которые даже были украсить город. Дальше продолжать, почему он их выкинул? Нет. Смотрите дальше, к чему. Вот это вот на этом самом, как его назвать, семинар, что ли, городское начальство попросило меня, как авторитета все-таки в городе самораскрученный, сделать лекции для них, которые должны были взять по 50 тысяч и украсить город всем, включая абрикосы. Ну, что получилось? 12 минут я красиво рассказывал, меня снимало телевидение, вот, и кончилось это. Ну, все ясно. Дальше пойдем. Почему? Потому что меня, помните, товарищ обринял в том, что я должен был вот эти вот саженцы не выбросить, а просто взять и посадить сам же на улице города. Вот, моложе он никого не нашел, сам не участвовал, и помочь хотя бы деньгами в голову не пришло, а это самое, кинуть кому грязи, он смог. Теперь смотрите, пока я неделю назад показал, и сейчас, и тогда не поздно, да, было бы кому-то приехать, ну, я скажу, 317-20 просмотров за неделю, но все равно кто там, где, кто живет поближе, смотрит и саногорцы вебинары мои, и эти абаканцы, и минусинцы, да, особенно вот эти абрикосы, видите, вот, и сейчас было бы не поздно, ну, сейчас-то уже, может, поздно, на открытом воздухе уже держат 2 недели, вот, но можно было бы, реакция 0, вот, вот это горько, а теперь смотрите, еще горше, узнаете, вот этот товарищ справа сам, на коленях стоит, знакомьтесь, несостоявшийся садовод номер 1 России, по уровню знаний, и по, он же все-таки агроном, редчайший случай, агроном, и он же железновец, и он же железновец, редчайший случай, лучший питомник России, он постепенно становится вот таким, и будущий торгаш, это и есть наша жизнь, я вспоминаю, когда в Новой Каховке, Украина, закрыли завод приборный, в общем, он делал приборы, да, я встретил, ну, я туда часто ездил, все-таки моя посеродина, Новой Каховка, юг Украины, вот, я встретил знакомую женщину, ведущую инженера завода, все, что она смогла сделать, ну, на тот момент, страшные годы, вспоминайте, даже не Майдан, еще раньше, перестройка, все, что она могла, она торговала, стельками вырезала, и торговала на рынке, я купил у нее пару, мне так было жалко, до слез, ведущий инженер, вот, крупнейшего завода, это самое, ну, как крупнейшего, ведущего, их же не так много, приборостроительных заводов, вот так вот, и вот, по-моему, последний пример, прошло еще 30 лет, и вот, теперь еще один, несостоявшийся академик, а его самая дорога в академике, он будет торговать, это его, он купил, взял кредитбанки, купил вот этот, самое, самое, и будет торговать деревне, вот это и есть нафиг, вот это и есть нафиг, вот это и есть нафиг,